МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Провести пассивную кампанию за два тыдни старшиня Аблваканкама оценил подрыхтовку господарок Витебского района для осенних полевых работ. Инновационная продукция без аналога у Новополоцкий завод технологичных металлоконструкций першим у Беларуси освоил выпуск зварного рашетистого настилу. Цалуй мяне КЭТ у Национальным академичным драматичным театра имяя Куба Колоса премьера до Международного дня театра. Таким будет сегодняшний выпуск. Это новина Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас! Пассивную кампанию провести за два тыдни худка и якосна. Это основа будущего ураджаю. На этом акцентуя увагу аграры у старшиня Аблваканкама Миколай Шарснев. Керовник области наведал господарки Витебского района и оценил их готовность до проведения весенних полевых работ. С подробностями. У господарцы Рудакова хоть сегодня готовы выехать у поля. Уся техника выставлена на линейку и чекая своего часу. Старшиня Аблваканкама аграры с голором демонструють пассивные и хлебоопрацовчивые агрегаты, які у большинства своей одрамонтовали своими руками. Действие зауважают проявили кемливость, рационализаторский подход и майстерство с тем, как заменить комплектующие новоцелые складанные механизмы на большепродукционные и меньше дорогие. Частку тракторов уже вывели на поли. Мы начали уже проведение весенних полевых работ. Это вывозка органики на поля. Тот запас, который сегодня имеется на животноуческих комплексах, это всего лишь навсего около 10 тысяч тонн. Основная масса органических удобрений уже в буртах. И ждет того времени, когда техника пойдет, будет заниматься внесением. А пошний глянец наводят своим энергонасыченным тракторам и работники агропромыслового объединения «Витебский мясокомбинат». В принципе, хочется вся на ходу. Мелкие ремонты. Техника практически вся на ходу. Застается только провести техничное обслуговывание машин и можно выезжать в поле. С тем, как все лета завершить весенние полевые работы в оптимально стислые термины, аграры Витебского района поклопотились про это еще в минулом году. Большая работа проделана по накоплению минеральных удобрений. Она также продолжается закуплено благодаря облсполкому порядка 20 единиц техники в район. Поэтому это, конечно, позволит в более сжатые агротехнические сроки проводить все полевые работы. В целом по области готовность техники досягает 90%. Весна все лето споздняется, тому аграры, если есть крыху часу, наверстать упущенное. Как и запастись под полную потребу минеральными токами и палевом. Обеспеченность по азотным удобрениям составляет 30%. Этого нам достаточно для того, чтобы провести первую подкормку азимых зерновых и азимых крестоцветных культур. Сейчас поступают денежные средства, спасибо и республике. Она в текущем году не оставила агрария не только в Витебской области, но и в целом все республики. Поэтому оказывает помощь на приобретении минеральных удобрений и горючих смазочных материалов. Практично уже выражена и проблема с кадрами, яких не хапает о господарках. Отповедное решение принято на узровне Аблганкама. Традиционно на помощь сельчанам придут работники, механизаторы, технические службы для проведения весенней полевой кампании. Это в текущем году планируется 500 человек и 160 единиц сельскохозяйственной техники. Селит и яровый клин у Витебской области складе 350 тысяч гектаров. С их подзбоживой и зернебобовой не меньше за 150 тысяч. На поселную кампанию отводится не больше за два тыс. Как справиться с такой задачей, потребно на высоком узровне организовать работы на палетках. Мы должны организовать работу таким образом, чтобы прежде всего первоначально увеличить объем поселных площадей, дальше обратить особое внимание на уходные работы и, естественно, к уборочной кампании подойти уже с полями, которые дадут и сформируют нам больший урожай. То есть смысл движения агрария в том заключается, чтобы прирасти валовой продукции. Во всем повинен быть господарский подход, подкреслив керовник в области. Высокая культура земля-робства, строгая выканание технологий и терминов сяубы только так можно будет различовать на добрый урожай. А это не меньше за миллион тонн хлеба. Придзвинским аграриям это под силу. Инна Кириенкова, Олег Чарняк, Новины, Витебский район. Новополоцкий завод технологичных металлоконструкций первым в Беларуси освоил выпуск уникальной инновационной продукции. Зварный рашетистый настил, его выкористовывают в нафтохимичной и нафтогазовой сферах в промысловом и хромадянском будовництве. Попыт на такие металлоконструкции вели зарны. Продукция импортозамещальная с высокой добавленной вартостью. Как организовать ее творчество, на предприемстве обсталявали новый цех. Подрихтовали специалистов. Про амбицийный инвестпроект, коштом каля 4,5 миллионов долларов, в наступном сюжете. В новом цеху Новополоцкого завода технологичных металлоконструкций завершают наладку обсталявания. Для вытворчасти зварного рашетистого настилу закупили четыре суперсучастные линии. Это турецкая. Наразая рулонную сталь на полосы. Зараз специалисты предприемства-вытворцы учат работников Новополоцкого предприемства опрацовать со станком и обслуговывать яху. Оператор Дмитрий Матюк, разом с коллегами, освоивая нюансы работы новых обсталяваний, заодно запомнил и некольких фраз по турецку. Вот уже две недели, как мы работаем с турецкими специалистами. Общаемся и понимаем друг друга с помощью переводчика. Основные моменты уже изучили. Оборудование сложное, да, но мы справляемся, работаем. Остаемся после работы. Задаем те моменты, которые нам непонятны, вопросы изучаем. Как приступить до выпуска уникальной для Беларуси продукции, специалисты предприемства ознайомились с организацией и вытворчасти на замежных заводах. Зварный рашетистый настил робят у России, Польши, Германии. Тяпер и в Полоцком районе. Импортуют только сыровину, рулонную сталь и дрот. Технологичный процесс максимально автоматизованный. У им есть шерох нюансов. Например, при необходности настил могут зарабить зубчастым, а антикоррозийное покрытие, повеличивая термин эксплуатации металлоконструкций, до 25 годов. Весь технологический процесс разрабатывался на нашем предприятии. И, согласно ему, были выбраны станки у мировых лидеров по их производству. У нас стоит турецкая линия «Текмак», итальянский станок «Ирон», австрийская линия по сварке решетчатого настила «ЕВГ» и американский станок «РМГ». Одним из преимуществ нашего обороны является то, что мы в течение пары часов сможем перейти на абсолютно другой вид решетчатого настила, в отличие от наших европейских и российских конкурентов. Потенциальные рынки сбыту так само вывучены. Зварный решетчатый настил – продукция импортозамещальная, запотребованная у Беларуси. А кроме того, новополоцкое предприемство планует занять свою нишу и на российском рынку. Подписаны первые договоры на поставки Украину-суседку. Решетчатый настил широко применяется на сегодняшний день в нефтегазовой сфере, в энергетике. Перед реализацией проекта на нашем предприятии мы достаточно подробно изучили рынки сбыта, проанализировали собственный опыт продажи решетчатого настила в составе металлоконструкций. После этого было принято решение по реализации данного проекта на нашем предприятии. На сегодняшний день у нас заключен ряд контрактов на поставку решетчатого настила. Новый цех новополоцкого завода технологичных металлоконструкций сможет выпускать как минимум 400 тонн уникальной продукции в месяц. На полную могутность он запрацует ближе до конца года. Вольга Шмаргун, Ян Пчельников, Новины, Полоцкий район. Половековая история юных сябра в лесу. Все лето исполняется 55 годов с дня створения в Беларуси школьных лесниц. Одно из старейших, дейничая сенья в полночном регионе. Объединение по интересах працует при Должанской средней школе Витебского района. Во установе аддукации выховали не одно поколение лесоводов. Як подлетка увучать любить лес и допомагают выбрать профессию, доведался наш корреспондент Инна Падрецкая. Сюда в серединку вешается феромон. Ловушка на растяжках на П-образной опоре. Ловушка пластиковая. Феромон привлекает вредителя. Вредитель летит и попадает в приемный стакан. Юным лесоводам Должанской средней школы Витебского района показывают и рассказывают, как працует пастка для брацьбы с караедами. С ее допомогой выявляют и могут прогнозывать успешки массового размножения жуков. Доведались школьники и про еще один метод брацьбы со шкодными насекомыми – развешивание синичников. Здоровье лесу стало темой открытого урока, который для наученцев провели специалисты Витебского лязгаса. Подобные выездные занятки для хлопчиков и девчонок со школьного лесництва проходят регулярно. Практика – неотъемная частка их навучания. Мы их привлекаем для изготовления синичников, для развешивания синичников, на посадку леса, на дополнение лесных культур. Показываем и объясняем по вопросам противопожарной тематики. Что такое миниризованная полоса, для чего она нужна, как она изготавливается, какими агрегатами. Поэтому они принимают участие активное. Жить оживел, рослин и птушек подлетки выучают так само на теоретичных занятках, которые проходят у стенах навучальной установы. Гостями на такие уроки неоретко запрошают лесоводу, которые знают старшеклассников за основами лесной господарки. Специалисты так само делятся своим опытом и рассказывают про сабливости лесных профессий. А их для себя выбирают многие вахаманцы школьного лесництва. Состою в школьном лесничестве с пятого класса. Нас постоянно информируют, проводят мероприятия. Я участвовала в лесопосадках. В 2019 году я участвовала в слете юных лесоводов. Я планирую поступать в Белорусский государственный технологический университет в Минске. Почему? Потому что именно этот университет имеет только специальность, как инженер лесного хозяйства. Я хочу планировать, я хочу строить наш лес. Объединение по интересах юный лесовод у Должанской средней школы Витебского района працуя уже некальки десятья годзю. За гадый час в установе адукации узгадавали десятки специалистов у лесной господарки. Сяродых Ирина Акулова – помощник лесничего лосвицкого лесництва. Во время обучения в Должанской школе я посещала кружок школьного лесничества. Он был популярен среди школьников. Мы ходили, пололи питомники, устраивали нам экскурсии. Дендропарк у нас очень красивый. Помогали посадке леса. Это и оплачиваемая была работа. Ну, были увлечены. Уже на протягу многих годов юные охоуники природы застаются головными помощниками лесоводов. Школьников задейничают на посадках лесу, доглядя за культурами уборцы территории. А кроме того, они займаются навыковыми доследованиями, вывучают экологичную обстановку района. Школьное лесничество у Беларуси заявилося больше за полстагодзе тому. Сегодня только в полночном регионе их наличивается около 20. Такая форма факультативной работы дозволяя хлопчикам и девчонкам кончатково вызначиться с профессией. И уволгали, зразуметь, на кольки сегодня важны, берахши природное богатие краины. Инна Падрецкая, Ян Вчельников, Новины, Витебский район. До инших тем. У Международный день театра 27-го саковика Национальный академичный драматичный театр, имя Якуба Колоса, покажет премьеру. Характеры, прописанные Шекспиром, закулисное житё и, конечно, каханья. На великой сцене театра идут репетиции спектакля «Цалуй меня, не Кэт», по водле Лебретто, Сэмюэла и Беллы Спивак. У постановцы задейничена Амаль Полова Труппы. Подробя с ней Юлия Устинова. История про каханья с характером. Спектакль у спектакли. Колосовцы запрашаются на захопляльный вечер життя артистов. Ён и яна актёры, які играют на сцене премьеру знакомитой шекспировской комедии «Утаймованне норовистой». «Цалуй меня, не Кэт» – музычная комедия «На две деи». Постану укажет цяуляем остатский керавник театра Михайс Краснобаеў. Тема каханья отвечная. И в финале всё ж таки отбывается, як і у Шекспира, отвечная тема. Мужчина, жінчина, хто кому повинен соступать, як потрібно кахать один одного, поважать один одного. У центра сюжета взаимоотносины былых закаханых і калех па театры, діковатай актрысы і незгодливага актёра і режиссёра. Яго праследуюць гангстары, а яна адмавляюцца выходзіць на сцену, бо равную былога мужа да молодой артысткі. А трэба стварыць вытанчанай в образы героеў Шекспіра. Это жызнь, когда в театрі закручываецца сюжет, навалываюцца на моего персонажа огромны праблемы, каторый я чудам решаю. Я ў гэтым спектакле ў першыню спробую свае першыя крокі як співачка. І мені вельмі хочыцца, каб умені, канешні, все отрымаласе, і каб спектакль отрымалуся шырым і тёплым, тому што спектакль пракахані. Камедэйны спектакль напоўнена яркими мхненнімі, музыкай і невачарпальным запалам, перапляцінім історычных іпох і іскрыстых характару. Юля Устінова, Дзмітры Котаў, Новіны, Віцібск. Нагатам наш выпуск завершэны. Я з вами развіцваюся. Усяго добрыха. Дасустрэчы. Убільшайші сутки по області буде воблачнае с проясненнями на дворі. Без історінах опадку. У ночі іранеці місцями слабый туман. На особних участках дорог – гололёдіца. Ветер ночі неустойливий, днём заходні – 3,8 метрів за секунду. Температура по ветру ночі – минус 2, плюс 3, днём – 6,11, по заході – плюс 13. У Віцібску буде воблачнае с проясненнями на дворі. Без історінах опадку. У ночі іранеці слабый туман. На особних участках дорог – гололёдіца. Ветер ночі неустойливий, днём заходні – 3,8 метрів за секунду. Температура по ветру ночі – 0,2, днём – плюс 9,11. Дякую за перегляд!